Второе, что я видел, какой симптом еще видел, когда я начал понимать мышление потом. Вот такая вещь. Странно, но это так работает. Если вы чему-то обещали другим, но не делаете своевременно. Вы кому-то что-то обещали, но не происходит, не получается, по разным ситуациям могут быть. Но вы обещали, но не можете делать своевременно. Ну не получается своевременно сделать. Что происходит? Получается, что это ваш поступок к окружающему миру. Если вы станете причиной задержки мечты других людей, причиной задержки успеха других людей, вы не заметите, как очень много людей появится, которые стали причиной задержки вашей цели. Вы обещали кому-то, но не делали своевременно. Поверьте, со всех сторон минимум от пяти до десяти человек появится в вашей жизни, которые обещают вам и не могут делать то, что вы должны были делать. Я это заметил в своем работе. Однажды своему другу я обещал, что всего лишь поговорить про его дела с другим человеком. И потом забыл. И он звонит ко мне через две недели, и мне говорит, послушай, вспомнишь, ты мне обещал поговорить с тем человеком? Я говорю, представляешь, я забыл. И он говорит, ну спасибо тебе, надеяться на тебя. Я тут мучаюсь, я надеялся, что ты уже давно решил. Прошло две недели, ты до сих пор не позвонил? Я сказал, подожди, я прямо сейчас порешу. Я прямо сейчас позвоню и решу. Я звоню этому человеку, говорю, послушай, я не знаю, что хочет у тебя тот, но решай его проблемы точно. А тот, иначе он уже обижается на меня. Он говорит, ну ладно, хорошо, дай мой телефон, пусть позвонит. И потом я заметил, после этого, что кому бы я что-то не прошу, странным образом, по разным причинам, эти люди тоже откладывают то, что я прошу. Я же откладывал другому, и другие начнут мне откладывать. У кого из вас бывает так, что вы планировали перед собой ставить цель, но в этом сроке ваши цели не реализовались? Это одна из причин. Это одна из причин, почему цели своевременно не реализуются. Потому что вы стали причиной задержки целей других людей. И поэтому появляются другие задержки, которые задерживают вашу цель. Когда мы говорим о мышлении потом, вот это два вещи очень важно понимать. Что вы должны делать первое? Первое. Как решать эту задачу? Список всех незавершенных дел. И знаете, выбирайте 30 задач, и каждый день по одному в течение месяца решайте. Это дополнительно к тому, что вы делаете. Чтобы не накопилось ни доделанных дела, просто много дела планировать не надо. Вы планируете столько, сколько вы уверены, что справитесь. Много дела планировать не надо, не стоит. Тогда вы справитесь. А теперь внимание обратите. Ваш мозг как компьютер. Кто из вас видел, что если ваш компьютер запальняется, загружен, что происходит с вашим компьютером? Зависает. А теперь вы заметили, что иногда вы тоже зависаете. Вот это то же самое. Когда человеку очень много, много вот это накапливается, он тоже не знает, как решать эти задачи. И что делает человек? Утром встает, у него есть задача, которую надо решать. Он утром встает и начинает думать, думать, как бы это решать, как бы это решать. Потом начинает мучиться. Мучиться, мучиться, мучиться. И потом попадет в зону умственный барьер. Приживает, приживает, приживает. И что делает человек? Начинает говорить, ну и ладно, об этом буду думать завтра. Обратно бросает это на завтра. Начинает делать те вещи, которые ему легко даются. Он начинает опять заниматься то, что и так и так легко получается. И эта проблема остается по-прежнему. Потому что он уже попал в зону умственный барьер. И дальше о нем он не думает. И продолжает снова откладывать его. Снова откладывать, откладывать. У меня к вам вопрос. У вас есть в жизни те дела, которые давним-давно вы должны были решать? Их много? Вот это сможет ли потом. Составьте список, начните делать. Теперь внимание обратите. Когда вы это делаете, вы освобождаете умственную энергию. У вас так быстро способности растут, вы будете в шоке, как это работает. Составьте список незавершенных дел. Это очень важно. И начинайте двигаться. Это одна задача, которую надо делать. Это второе домашнее задание. Ситуация такова. Внимание обратите. У кого из вас бывало так, что целый день, вот список составили много дел, вроде бы это попитались, что-то не могли сделать, что-то попитались, не получилось, что-то, вроде бы до конца дня ничего там серьезно не делали, но так устали. А у вас бывало такой случай, что вы целый день, план составили себе, например, список, несколько дел, а вы их все сделали, еще больше успели делать, но вечером придете домой, еще энергия есть, что-то еще охота делать. Бывало такое? Знаете, почему так? Когда человек решает эти задачи, у него очень много энергии. Что человеку вдохновляет? Результат вдохновляет. Решение задачи, помолодеет человек. Я заметил однажды, что когда у тебя дела хорошо идут, ты, знаете, вот так, ты энергичный, ты бодрый, ты такой, вы знаете, вот помолодеешь даже. Кто из вас заметил, что наши бабушки, когда даже лето начинается, огороды пойдут, дача или чего-то, начинают что-то делать, они больше энергичнее, а зимой там попадать под ним не могут. А там сколько? Потому что у них в голове другие мысли. Они что-то делают, видят свои результаты, вдохновение получают. То же самое и здесь. Дальше. Бедные мысли категория манна небесная. Бедные мысли категория манна небесная. Манна небесная, это была такая манна, она имела свет беленький, но вкусом меда. Когда Моисей ходил со своими людьми 40 лет в поисках земле обетования, они на пустыне, когда голодались, они попросили, чтобы молиться, чтобы тебе Господь, твой Бог, нас кормил. Он молился и без особого труда каждое утро манна падала на земле, и народ взял и кушал. Но манна небесная, у него была одна особенность. Внимание. Какая особенность? Его невозможно было накопить. Она была столько, чтобы сегодня кушать, человек не умер от голода. Завтра он снова падал. И он был такой. И другими словами, почему мы говорим, что бедные мысли категория манна небесная, по одной причине. Они хотят на халяву все. Они хотят, чтобы просто на халяву получать что-нибудь. Бесплатно получать что-нибудь. Бедные мысли категория манна небесная. Они хотят бесплатно, они хотят без труда, они хотят, чтобы просто на халяву что-то получать в этом мире. Вот это их основная проблема. Манна небесная. То посмотрите, давайте богатые что делать. Все проблемы из-за этого несчастных денег. Это в основном у нас было развито, в наши предки, наши родители были так развиты, вот такой категории. Они всегда нам говорили, ой, где деньги есть, не связывайся. Раз деньги, будет проблема. Проблема. До сих пор некоторые люди убеждены, что если это бизнес, значит когда-нибудь банкротство. Как будто бизнес это. Нет, не бизнес банкротства. Проблема не в бизнесе, проблема в людей. Риск не бизнес, риск сам человек, который делает бизнес, потому что он не учится. Риск заключается не в бизнесе, риск заключается в людей, которые это делают. Правильно? Например, посмотрите, два продуктовых магазина, в одном прикровске находится, один просветает, второй банкротится. Странно, да? Это реально. Два столовые или два ресторана. Один здесь, второй напротив, один просветает, второй банкротится. Не бизнес плохой, это люди, у них не хватает навыков, умений. Поэтому, у нас, вот бедные мысли категория, все проблемы из-за этих несчастных денег. Якобы, если денег не было бы, не были бы проблем. Кто так сказал-то? Как будто деньги пришли, и пришла проблема. Поэтому, ой, зачем много денег? Лучше немножко, но хватит, без проблем. Дальше пойдемте. Что говорят богатые? Все проблемы из-за отсутствия денег. Кто из вас заметил, что если у вас денег нет, точная проблема начинается? Отсутствие денег проблемы увеличивает, приумножает, нервы не выдержит. Отсутствие денег с каждым днем больше и больше становится проблема. С каждым днем становится больше. Хочешь, не хочешь, будет проблема. Я своим собственным детям каждый, почти раз, когда встречаю, я им говорю, запомните, они маленькие у меня, я им так говорю. Все проблемы начинаются, когда у тебя денег нет. Если у тебя будет, ты намного легче их решаешь. Но когда у тебя денег нет, простой вещь превращается в проблема. Сами простой вещь превращается в проблема. Поэтому научись всегда сохранить деньги. Научись всегда накопить деньги. Потому что это только так можно победить. Поп finished. Почему? 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 Потому что это один из-за своего бога. Могру выпол索.